В Люберцах начал развиваться еще один олимпийский вид спорта. Теперь все желающие могут научиться играть в бадминтон. В городском округе уже организовали первый турнир, куда пригласили спортсменов из разных уголков России. За игроками наблюдали мои коллеги. Теперь в малом зале Дворца Спорта Триумф можно проводить еще одни занятия. На полу нанесена разметка для бадминтона. Весь необходимый инвентарь для этой незаслуженно забытой игры есть. И профессиональный тренер готов обучать Азам нового для Люберец вида спорта. Это самый скоростной вид спорта. В этом году был установлен новый рекорд скорости при атакующем ударе смеш. 565 километров в час скорость вылета Волана. Он второй по популярности после футбола в мире. Конечно, это благодаря Азии, в том числе и в Восточной Азии. Это олимпийский вид спорта, где разыгрывается пять комплектов наград. Об уникальности этого вида спорта решили напомнить с помощью турнира. На первую пробу пера пригласили почетного гостя – российского космонавта-испытателя Александра Мисуркина. С бадминтоном я познакомился, когда переехал, поступил в отряд космонавтов. И уже занимаясь там физической подготовкой, вдруг узнал, что есть такой вид спорта – бадминтон. То есть не то, что все знают – а, бадминтон, да, конечно, я умею. А именно олимпийский вид спорта – бадминтон. И с тех пор он стал моей неотъемлемой частью жизни, потом стилем жизни. Потом я создал федерацию в Орловской области с единомышленниками, которые там были. Для меня сегодня это, наверное, самый главный способ поддержания активного долголетия. Всего в турнире приняли участие восемь спортсменов. Асиф Игбал увлекся бадминтоном, когда переехал из Бангладеша в Москву. За пять лет добился определенных высот. Был Красногорский турнир по разряду и выполнил сегодня второй разряд. Бакланов Михаил, мы с ним просто друзья, и он рассказал про этот зал. И я надеюсь, что будем сюда приезжать, поддерживать, играть. В настоящее время идет набор в секцию по бадминтону. Записаться могут как взрослые, так и дети. Начинать занятия можно с семи лет. Доступен этот вид спорта и для пожилых людей.